Более 250 юношей и девушек со всей республики приехали на открыт турнир в Брест, чтобы достойно представить свой крайной спортивной арене и побороться за звание лучшего. Сильнейшие уроженцы Могилёва, Витебска, Гомеля, Гродно и города Минска, а также фехтовальщики из России состязались по шести программам при использовании трех видов оружия – сабли, рапиры и шпаги. Принимают участие не совсем юные спортсмены. Они уже прошли определенный этап в своей жизни. Они уже, да, можно сказать, что с фехтованием вряд ли кто расстанется. Почему? Потому что многие из них уже прошли, и это первоначальный опыт у них есть, и опыт заграничных поездок, также участие в соревнованиях международных. Поэтому и как турнир сам по себе. Цель и задача этого турнира – это привлечение детей к здоровому образу жизни, прежде всего. И популяризация вида спорта, фехтования в нашей стране, в нашей области, в нашем городе в частности. Нешуточная борьба развернулась за первое место, а азартным юношам не уступали девушки. Данный вид спорта с каждым годом все больше набирает популярность у брещанок. Среди тех, кто не считает спортивное фехтование сугубо мужским занятием – Кристина Селивоник. За ее плечами участие в многочисленных крупномасштабных чемпионатах. Много побед. К примеру, в прошлом году на таком же турнире девушка заняла второе место. Семь лет своей жизни она посвятила этому виду спорта. И останавливаться на достигнутом не намерена. Новый год – новые шансы и победы. Я очень люблю этот вид спорта. Стараюсь не пропускать тренировки. Живу этим. Учусь в училище Олимпийского резерва. Хочу связать свою жизнь со спортом. Популяризировать активные виды спорта среди молодежи, пропагандировать здоровый образ жизни у подрастающего поколения – главные цели, которые из года в год ставят перед собой организаторы соревнований. Более того, открытый республиканский турнир памяти героев обороны Брестской крепости по фехтованию – это еще и хорошая стартовая площадка для спортсменов, стремящихся к покорению более значимых вершин. У нас в национальной команде более 30% со всего состава национальной команды у нас – наши брещане. В основном, которые находятся на ставке Министерства спорта, это тоже процентов 40. Это наши спортсмены, которые защищают нашу страну на международных стартах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!